Доброе время не суток, кто зашел в гости. Нахожусь на крыше магазина Лафаэцци, торгового центра. Рядом находится Гран-Апера. Ветрено, поэтому, наверное, будет слышать немного ветер. Очень много у нас азиатов, они очень крикливые. У них очень непевучий язык. Когда их слышишь, вот эти визги ихние. А их очень много здесь. И туристов, и не туристов. Я приходила сюда перед Рождеством, потому что здесь устанавливается елка на первом этаже перед Рождеством, которую все хотят увидеть. Главная елка страны Парижа. Здесь есть барчик, ресторанчик. Поймать момент. Поймать момент сложно. Все хотят сфотографироваться с надписью. Здесь можно видеть эйфелевую башню. Надпись с другой стороны, потому что с фасадной стороны каждый раз кто-то подбегает, хочется сфотографироваться, почти невозможно поймать момент, чтобы она стояла надпись одна. Разве что у дождя. Но все же сегодня спокойно, немноголюдно, как обычно бывает. Тут вообще толпа стоит, и продвинуться нельзя. Сегодня довольно тихо. Люди есть, но можно свободно подняться. Очереди нету на лестнице. Перед Рождеством очередь начинается в магазине, еще перед эскалатором. Не снимает здесь только ленивый. Это серия магазинов галереи «Лафаэт». Не перепутайте, они есть в разных местах, эти магазины. И если вы хотите подняться на эту смотровую площадку, надо найти магазин, где написано «Купол». Потому что внутри магазина есть большой красивый купол. Я даже поймалась в момент, когда было солнечно. Утром солнца не было, после обеда немножко вылезло. Я решила все-таки рвануть сюда, попробовать. Или я успею. Ну вот солнце спряталось. Хотя оно так, то выходит, то прячется. Отсюда еще виден дом инвалидов, а также дальние пригороды. Виден центр Жоржа Порпеду разноцветный. Архитектура Парижа, ближайшие здания. Гран-опера, как я сказала, это опера. Вот так вот выглядит площадка, по сути говоря, летом уже. Париж город большой, все время кто-то что-то теряет. Вот такая кепочка, кто-то потерял. В летнюю пору, чтобы защититься, кто с зонтиками, кто с кепочкой. Ну вот кепочка классная такая вот, с козырьком. Ну кто-то забыл, слетела у кого-то. Азиатов здесь немерено. Вот эта бабушка, она очень активная. Ну очень активная. Красиво как наверху, так и внизу. Спускайтесь к куполу, даже в летнее время, не в зимнее, когда идет предновогодняя, допустим, декорация зимняя. Она красивая, но летом тоже красивая. Сейчас спущусь внутрь, чтобы показать купол. Итак, приходите сюда летом и зимой. Площадка интересная. Локация очень хорошая. Есть ресторан, сразу после входа, под площадкой. Красивейший купол. Вот именно здесь обычно стоит новогодняя елка. Я снимала, у меня есть ролик перед Рождеством. Рождественские украшения и декорация Парижа. Ведущие косметические бренды на первом этаже. Дальше идет рикотаж. Обыкновенный торговый центр, но очень-очень старинный и красивый. Рекомендуется для посещения туристам и летом, и зимой. И до новых встреч на моем канале. Галерея Лафаэд, метро 9.